всем привет на связи магазин у деда митя меня зовут кирилл и сегодня в новом обзоре у нас новый pinpointer сфинкс ст поговорим о функциях характеристиках и не только о нем а пока поставьте это видео на паузу завалите себе чаем и обязательно смотрите это видео до конца чтобы не пропустить ничего важного а мы начинаем когда обычный человек слышит слово сфинкс он представляет себе мифическое существо в теле льва с человеческой головой ну или в лучшем случае речь идет о породе кожи когда клавеискатель или сотрудник службы охраны слышит это слово он представляет себе компактные надежные и при этом функциональное устройство для быстрого и точного определения металла и ладно бы компания сфинкс ограничил с пинпойнтерами сфинкс 01 или 02 magnetic они пошли дальше недавно был анонсирован pinpointer sphinx 03 который можно настраивать с помощью смартфона и пока мы ждем его появление на рынке появляется модель sphinx st комплект поставки вполне себе адекватно за данную стоимость здесь идет сам pinpointer кобура которая вешается на пояс комплект документации а еще бонусом у нас здесь идет алкалиновая батарейка защитный колпачок для носика pinpointer чтобы он подольше у вас оставался целом ну и соответственно коробка чтобы он слегки до вас доехал внешний pinpointer точно такой же как его предшествующие модели только он будет в оранжевом корпусе с черной контовкой вокруг кнопки и черной крышки по более низкой цене многим будет интересно узнать в чем подвох сейчас все расскажу немаловажным достоинством sphinx st является его скорость работы во время включения он быстро отстраивается от грунта и электропомех за счет этого он быстро и точно покажет где в лунке находится находка даже если вы будете быстро им водить в кучу земли или песка он с легкостью укажет где лежит цель даже если будет цель совсем небольшая рабочая частота в 12 килогерц обеспечит хорошую чувствительность к мелким цель еще один плюс sphinx stm его экономичность по электропитанию если мы пользуемся хорошей батарейкой которая по своей емкостью больше 400 миллиампер то его время работы составит примерно 60 часов условно если за один день мы выкопаем 30 сигналов каждую лунку время работы пина потратим по три минуты получается примерно 40 дней если время позволяет копаем два раза в неделю то выходит примерно пять месяцев лично для меня целый сезон хорошая батарейка крона стоит около 200 рублей раз в год думаю потяну несмотря на низкую стоимость производитель не стал урезать способы индикации в sphinx st есть и звуковой и вибро вот их есть и фонарик и есть сигнал о потере и сигнал о том что батарейка разряжена в общем sphinx stm наследовал все главные качества моделей sphinx 01 и sphinx 02 а что же его отличает отвечаем это устройство из разряда включил и пошел в его настройках нет ничего сложного у него есть один уровень чувствительности два режима звук плюс вибро либо вибро режим все настраивается одной кнопкой он простой абсолютно простой у него нет режима дайв это когда кнопка питания блокируется чтобы давление воды не нажимал кнопку питания за вас когда это не нужно у него нет регулировки громкости у него нет функции sphinx magnetic это когда pin pointer автоматически выключается когда вы вставляете его в кобуру и включается когда вы вытаскиваете с кобуры он не отличает черные цветные металлы но многим это и не нужно многим нужен простой и надежный pin pointer за небольшие деньги вот он перед вами а теперь тест ставим pin pointer наш на ноль и так первая цель чешуя михаил федорович 3 сантиметра 5 копеек советов 5 и 2 сантиметра вообще отлично следующая цель 2 копейки николая 2 4 и 2 сантиметра и 5 копеек екатерины 2 5 сантиметров если бы этот пин был создан маркетологами из дальнего зарубежья то цена на него отличалась бы большую сторону а гарантия составлял всего лишь один год за у сфинкс это наш российский производитель поэтому цена более чем лояльная а гарантия 2 года как у старших моделей обзоры на которые будут в подсказке у меня на этом все ставьте лайки делитесь этим видео своими друзьями всем удачных поисков и до новых встреч а и а 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 Продолжение следует...